В Чебоксарах снова заработал гормоллзавод. Саратовский молочный комбинат в 2016 выкупил его у прежних хозяев. Состояние предприятия оставляло желать лучшего. В разные руки переклинили этот завод, но одни инвесторы обещания дали, ничего не сделали. Сейчас пришли наши уже российские патриоты, предприниматели с патриотическими чувствами, которые вложили сотни миллионов рублей, а так в перспективе еще хотят вложить несколько сот миллионов рублей. Реконструкция продолжалась полтора года. Обновили все, начиная от внутренних коммуникаций, оборудования до стен и кровли. Общий объем инвестиций – более одного миллиарда рублей. Мы произвели замену фасовочного оборудования в цехе Розлева, ремонт там произвели, систему канализации заменили, силовую электрику установили, станцию ледяной воды, компрессорную по воздуху, по сжатому воздуху. Для упаковки молочных продуктов на заводе установили оборудование «Тетропак». В Чувашской республике производится 430 тысяч тонн молока. Из них 200 тысяч тонн увозилось на глубокую переработку в другие регионы. И, соответственно, возвращалось оттуда обратно на наши полки. Открытие нового завода позволит перерабатывать молоко местных производителей в своем же регионе. Мощность рассчитана на 1625 тонн готовой продукции в месяц. В день здесь будет выпускаться 8 тысяч упаковок молока. В дальнейшем объемы производства планируется еще увеличивать. Сырьем завод полностью будут обеспечивать местные производители. Молочная, произведенная, переработанная продукция в виде продуктов питания, молочной продукции для потребителя будет продаваться на экспорт. Молочная продукция завода будет производиться под торговой маркой «Добрая буренка». Она уже представлена в 52 регионах России. Уже в сентябре из Чебоксара планируется начать поставки не только в пределах Чувашии, но и в другие регионы России, а также наладить экспорт в Казахстан и другие зарубежные страны. Что же касается перспектив строительства молокоперерабатывающего завода в рамках агропарка «Чувашия-Сычуань», смотрите программу «По существу» сразу после новостей. Татьяна Трофимова, Мальвина Петрова, Александр Петров, Республика. На очередном заседании Кабинета министров рассмотрели проект федерального закона об изменениях в налогообложении. Он вступит в силу с 1 января будущего года. Часть из них касается сохранения льгот в рамках изменений в пенсионном законодательстве. Льготы по налогам на имущество физических лиц сохраняются, а по земельному появляются дополнительные. Теперь расширяется категория получателей. То есть там прописана возможность получения этой налоговой льготы физическим лицам, которые достигли 55 лет и 60 лет. Соответственно, женщины и мужчины. Налоговая служба, данную льготу, она исходя из уже зарегистрированных прав собственности, будет определяться настоятельно. Если будут возникать какие-то, так скажем, нестыковки, то в этом случае однозначно можно обратиться в налоговую службу для того, чтобы по отношению к конкретно физическим лицам применили налоговую льготу. В будущем году воспользоваться налоговой льготой смогут около 150 тысяч жителей республики. Многопрофильная поликлиника на проспекте Ленина может быть открыта раньше намеченного срока. Строительство объекта проинспектировал Михаил Игнатьев. Уже возведен монолитный каркас, продолжается обустройство перегородок, отделочные работы и прокладка коммуникаций. Проект дизайна кабинетов согласован. Самое главное, радужные такие цвета, душу радующие, глаз радующий. Это у нас карта хранилища будет большое, большая регистратора. Вот здесь открытая регистратора будет, здесь, значит, расписание для пациентов, расписание врачей. Это по ходу дела, потому что будете корректироваться и так далее. До наступления холодов сюда необходимо провести отопление, чтобы не затягивать с отделкой. Здесь четыре участка нужно реконструировать. Из 219 трубы нужно переходить до 350 трубы. Всего четыре участка на 217 погонных метров. Но в этот зимний период отопление МУП Теплосеть готова сюда подать. У нас все теплотрассы здесь все проходят. На контроле главы региона и качество поставляемых материалов. На строительство поликлиники из бюджета республики направили более 700 миллионов рублей. Радиаторы какие? Алюминиевые. 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 Правда. Правда. Пришло. Хорошие, нет? Кэпсержимые. Высококачественные. Отдача тепла высокая? Да. Необходимо продумать и логистику, отметил Михаил Игнатьев. Здесь надо развязку делать. Коллеги, друзья. Вот, заедут отсюда для сотрудников, а там для пациентов она тепла. Новую поликлинику намерены открыть уже в следующем году. С ее вводом планируют разгрузить потоки пациентов. Сегодня государственная задача оказывать медицинские услуги. Поэтому мы взялись за это дело, построим, ведем, люди увидят, какой красивый объект мы построили для них. Я убедился, что люди работают. Сегодня, говорят, около 160 человек. Рассчитываем на то, что в начале четвертого квартала или в конце третьего квартала, следующего, 2019 года, реально можем ввести эксплуатацию. Михаил Игнатьев проинспектировал и ход застройки жилого комплекса в центральной части города. Первые дома подрядчики намерены сдать в следующем году. Сейчас практически 5 разрешений строительства ведется в порядке 53 квадратных тысяч метров. И 53 сейчас стройки, 5 разрешений. Эти дома уже вводом 1 сентября следующего года. Стоимость эксплуатации в сфере жилищно-коммунального хозяйства, за тепло, за воду, это просчитали вы? Так получилось, что развитие микрорайонов и предусмотрено центральное теплоснабжение. Тут у нас полностью центральное теплоснабжение. Все просчитано, да. В перспективе здесь намерены построить школу и детские сады. Спрос на квартиры повышается. Дома возводят из специальных панелей. Здесь скорость возведения, если взять по фактору времени, насколько ускоряется? Ну, мы отводим 8 этажей за месяц поднимаем. 8 этажей. Облик улучшается, соответственно? Да, сейчас все качество улучшаем, работа над этой, с улучшением. Материалы выпускают на местном заводе. Они ничем не уступают кирпичу, отмечают подрядчики. Первые этажи у нас кассеты не были смонтированы, а следующие этажи уже они с обеих сторон гладкие. То есть можно сразу обои клеить? Да. Самое главное, вот это для людей. Соответственно, надо сейчас поклевку, пятом, чистку, все остальное и так далее. Высок, потолка, сколько? 28. К развитию микрорайона комплексный подход. В администрации города проектируют новую дорогу к жилым домам. Михаил Игнатьев отметил, что все планы должны быть реализованы в отведенные сроки. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев. Республика. Ассоциация организаций профессионального образования республики отметила пятилетие со дня основания. Объединив усилия, техникумы колледжа и училища осваивают новые компетенции. Глава региона отметил, что обмен опытом сейчас выходит на первый план. И все те организации, которые начали комплексно оценивать, правильно ли мы готовим наших студентов, обучаем, даем знания, производственные практики проходят. И соответствующие корректировки сделали. И сегодня учреждение среднепрофессионального образования соответствует всем тем требованиям времени. И отдельные специалисты по компетенциям, когда имеют диплом в лучшем образовании, идут к вам, переквалифицируются. На выпускников СУЗов республики спрос большой. Многие предприятия выступают партнерами в обучении специалистов. Студентов готовят для участия в чемпионатах рабочих профессий. За последние годы было завоевано немало престижных наград. Есть победители на чемпионате даже мира, я не говорю Европу. Нам нужно еще больше работать, поделиться для того, чтобы студенты, заканчивая эти учебные заведения, могли, имея свое рабочее место, зарабатывать достойную заработную плату. В региональной ассоциации за последние годы опробировали и передовые программы подготовки студентов. Свою квалификацию повышают и преподаватели. Мы развиваем наших педагогов, особенно в свете цифровизации экономики, о которой говорил Путин. Мы обучали всех наших педагогов именно интернет-технологиям. Мы обучали и сайтостроению, и работе в аккаунтах соцсетей. А это значит, мы идем в ногу со временем. У нас ежегодно проводится до 10 онлайн мероприятий, конкурсов, марафонов, фестивалей, конференций. За пять лет ассоциация доказала свою эффективность. Тем, кто кует, квалифицированные кадры для экономики региона вручили награды. Дмитрий Ковалев и Борис Андреев. Республика. Уже завтра Чуворский государственный театр юного зрителя распахнет свои двери. В новом сезоне поклонников Мильпомена ждет много интересного. Артисты репетируют в две смены. Каждый день у нас проходит очень интересно, очень бурно и эмоционально. Начинается он когда с 7 утра. Вчера вот начался с 9 утра. В 9 часов у нас команда, когда поет светофор, выехала в Ядрин, где играла два спектакля. Начались три параллельные репетиции. Параллельно с этим мы делали танцы к маленькому принцу в большом зале. Нам освободили большой зал. И рабочий день заканчивается где-то вот около 9 часов вечера. Первой постановкой, которую увидят зрители в новом сезоне, станет спектакль «Чебоксарская невеста прощается». А первой премьерой – сценическая версия повести-сказки Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Артисты обещают очень зрелищный спектакль с полетами среди звезд. И все это под оригинальную музыку композитора Лолиты Чекушкиной. В октябре актерам предстоит не сыграть, а станцевать спектакль «Любовь и ненависть». Это своего рода эксперимент. Мы дополнительно в этом году 9 спектаклей выпускаем. Понимаете, это очень большая нагрузка. При том, что мы переехали, при том, что у нас идет ремонт, при том, что у нас постоянная гастрольная деятельность. Приходите и на чувашские, и на русские, и на взрослые спектакли. Есть у нас и на тех, и на других спектаклей. Кроме этого, труппа активно выступает и на других сценических площадках республики. В школах, детсадах, домах культуры. Галина Титарчук, Бахтияр Велиев, Республика.